Как избежать тяжелой формы при эклампсии в будущем? Очень часто от наших пациенток, которые уже пережили при эклампсию, приходится слышать, что им говорят о том, что это какая-то случайность, что вот сейчас вы немножко подождете, вы установитесь, и все, в следующую беременность уже идите, и все будет хорошо. То, что нельзя в одну воду войти дважды, и вот все такие рекомендации. Это не так. Те факторы, которые приводят к развитию при эклампсии в каждой определенной ситуации, они, как правило, сохраняются. И, к сожалению, они повторяются из одной беременности в другую. Это может быть на одном сроке, это может быть на разных сроках. Но база вот эта для развития при эклампсии есть. При эклампсии – это то, когда функция плаценты нарушается после 20-й недели беременности, после средины беременности. Почему в этот срок? Потому что с 20 недель ребенок начинает расти, плод начинает расти очень быстро. Даже не то, что по скорости, он по размерам становится очень большой, больше, чем до этого. И становится все больше и больше. И если плацента до этого как-то еще могла справляться, например, с потребностями плода, то после 20 недель ей уже становится это намного сложнее. И именно по определению при эклампсии – это то, что возникает после 20 недель беременности у женщины беременной. К этому относятся повышение артериального давления. Она такая компенсаторная, когда ребенку, которому не хватает питания и каких-то веществ, кислорода по функции плаценты, начинает маме посылать сигналы, чтобы к нему притекало крови больше. Это бы сработало, если бы во время формирования плаценты все произошло правильно. Но ребенок не знает, что там все произошло неправильно, а именно как раз от закладки плаценты, то есть до 12-16 недель, как заложилась ее функция, зависит, как она будет работать после 20 недель. Ребенок после 20 недель, испытывающий недостаток работы плаценты, начинает посылать маме сигнал, чтобы ему крови нагнеталось больше, у мамы повышается давление, но вместо того, чтобы увеличить кровоток в плаценте, там спазмируются сосуды тоже. Те сосуды, которые должны были в первом триместре изменить свою структуру, у них должна была уйти вот эта мышечная оболочка, она должна была заместиться клеточками, которые приходят туда со стороны плаценты, со стороны ворсинок, но этого не происходит. Не происходит достаточной инвазии ворсин. Это все должно происходить только в первом триместре, до 16 недель. И если какие-то повреждающие факторы действуют в самом первом триместре, с самых первых дней, то необходимых изменений в плаценте не происходит. И она не может дальше функционировать, тем более, когда потребности плода возрастают, она не может дальше ему дать все необходимое. И от этого возникает преэклампсия. Повышается давление у женщины, нарушается кровоток в почках, получаются отеки. И разные другие, еще более опасные жалобы могут при этом быть. Поэтому преэклампсия, к сожалению, повторяется. И у нас очень много женщин, в анамнезе которых много преэклампсии, у которых, да, там есть, у меня есть женщина, которая, да, там, несколько неразвивающих беременностей на ранних сроках, два малых кесаревых течения, на ровно на одном и том же сроке 20-21 неделя, дважды, да, то есть у нее резко повышается артериальное давление, и, да, ребенка, ну, просто достают, потому что это уже опасно для женщины, для самой. Вот, то есть это повторяется. Поэтому не надейтесь на то, что это какая-то случайность, к сожалению, это не так. Обязательно нужно проводить до наступления беременности, до обследования, и все вот эти факторы нивелировать. Поэтому у нас возможности вот этих обследований всех есть. И доктора, да, вот все наши этим занимаются тоже, да, и обследования. Мы смотрим по анамнезу, какие нужно посмотреть, где вот эти слабые места. Наша лаборатория делает все необходимые исследования, наши ультразвуковисты тоже. Поэтому обязательно обследуйтесь и выясняйте эти причины еще до наступления беременности, потому что именно и только так можно предотвратить нарушения, ну, максимально, да, вот сколько мы это можем сделать, предотвратить эти нарушения во время беременности. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова